Моё увлечение – это ОК. Можно заниматься садом, но сбежать из него в путешествия. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Моё увлечение – это ОК. Вы знаете, друзья, вот стою я на базе, и вот чего-то не хватает. Вот смотрю, колеса вокруг какие-то, резина. А хочется лязга гусениц такого, чего-то металлического, железного, душевного хочется. Я думаю, сегодня мы реализуем это желание. Сегодня мы едем покупать новый проект. Приветствую вас на нашем канале. Добро пожаловать, хорошего настроения, приятного просмотра. Прежде чем мы отправимся за нашим проектом, я вас хочу поблагодарить за то, что поддерживаете наш канал, за то, что подписываетесь на Бусти. У нас, да, есть страничка на Бусти. Если у вас есть желание поддержать наш канал, обязательно проходите по ссылке. Выбирайте для себя удобную подписку. Хочу обратить ваше внимание на подписку «Фанат Кастом Трак», по которой вы сможете получать оперативную информацию о том, где мы, что мы делаем, а также доступ к телеграм-каналу, чтобы напрямую со мной общаться почти в реальном времени. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Ну, а мы выдвигаемся. Зилок нас повезет за этим проектом. Это первая работа для нашего Зилка. Он уже начинает нам помогать. И это очень важно. Специально его не разбирали, чтобы была возможность привезти гусеничный трактор. Да, друзья, нам предстоит 30 километров пути. Надеюсь, у нас все получится. Пожелайте нам удачи. Запускаем мотор и выдвигаемся. Продолжение следует... Чувствуется ураловский мотор сразу, блин. Он просто совсем другая машина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое ощущение от хорошего ураловского мотора – это небо и земля. Честно, мы... Он не чувствует ни горок никаких, ничего. Обгон, экскаватор он просто обогнал моментально. Ну, вообще, просто небо и земля. Реально. Реально. Продолжение следует... Ну что, друзья, мы на месте. Вот он наш трактор. Просто буся, по-моему. Я уже еще полазил по нему. Мы чуть раньше приезжали, его осматривали. Но сейчас вот я смотрю, он комплектный. У него есть все щеточки, глушители, запасы. У нас еще карданы всякие. В общем, мне кажется, это будет крайне интересный проект. Но вы можете видеть, что он сильно-сильно врос в землю. Реально сильно врос. Вот. И надеюсь, что мы его сможем вытащить. Сейчас уже приехал кран. Вот там он стоит, ждет нас. Мы произведем подготовительные работы. А именно, вытянем его чуть-чуть сюда. Потому что крану здесь не взять из-за линии электропередач. И как только мы его вытянем, сможем уже цеплять, грузить, собирать все железяки. И, ну, наконец-то грузить в нашего зелка. Сейчас я вас познакомлю с хозяином этого трактора. Ну, наверняка у него, может, есть какие-то истории, связанные с этим трактором. Ну, сейчас узнаем. Ну, друзья, знакомьтесь. Добрый день. Меня зовут Виктор. Когда-то этот агрегат работал, ездил. Хорошо помогал мне. Мы на нем пахали. Лес таскали. Короче, агрегат хороший. С советского производства. Стоит уже тут он. Приблизительно 4 года он. Мы его не трогали. Ну, я вот смотрю по гусеницам, насколько он врос. Мне кажется, он стоит здесь уже 10 лет. Может, все-таки он больше стоит. Ну, примерно 4, да? Да, примерно 4. Ну, так надежная техника не подводила? Ну, так всякая была. Но, основном, надежная. Но она ремонтопригодна. Самое важное, правильно? То есть... Совсем агрегата можно подлезть, например, заменить двигатель или что-то другое. Можно даже это сделать в полевых условиях. Это очень важно. Да, да, да. Ну, не жалко расставаться. Жалковато. Но, я думаю, вы прекрасно понимаете, что он попадает в хорошие руки. Что, ну, мы его приведем в порядок, и он будет дальше жить. Самое главное, что его не ждет участь сдачи на металлолом. Это главное. Это самое главное. Я очень долго сопротивлялся. Потому что желающих было очень много. Но он когда-то меня кормил. Ну, эмоции это эмоции. Оставим их за кадром. Но человек чуть-чуть переживает. Но я думаю, он посмотрит, как будет трактор этот дальше жить. И радовать вас контентом. И в том числе и его. И я думаю, все будет классно. Все. Присоединяем ее судьбой. Конечно. Приступаем к эвакуации его из этого места. Для этого сейчас подгоним сюда зилок. Вытянем его чуть-чуть вперед. И будем грузить в кузов нашей тачки. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Вытягиваем трактор. На первой передаче полный привод включен. Воспользуемся системой от кости. Когда цепляешь за гусеницу, то усилие якобы было лучше. Посмотрим, сработает ли это в нашем случае. Цепляем две чалки за две гусеницы. И будем тянуть. Нам нужно их зацепить в одном и том же месте. Да, да. Подальше чуть-чуть. Дима, можешь поднижу, а я палец наверху. Можно мне подальше так. Сто тоже зацепить так, да? Сейчас посмотрим, хватит ли нам длины. Вот туда палец. Вот туда палец. Вот тут взлазь. Давайте. Смотри, когда закончится. Первые метры трактора состоялись. Все успешно. Система кости сработала. Так что не зря я ездил в Питер. Это нам уже помогло. Видите? Очень классная тема YouTube. Огромное спасибо Костяну, Сане за теплый прием. Полигон 98, привет. Сейчас зацепляем напрямую уже и протащим его вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перецепливаемся третий или четвертый раз, но уже последний явно. И сейчас будем угрузить. Союз отец. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 Надо было чуть-чуть его вот так, чтобы нам выкатить его ровно пока. Это самые важные детали. А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 Все, друзья, мы сделали это. Мы на базе, наконец-таки. Наша сейчас задача загнать в канаву Зилка и через заднюю часть выехать на ДТ-шке. Выехать, естественно, не получится, придется вытягивать его. Чем будем вытягивать? Э-э-э-э-э-эм-э-э-э-э-э-э-э-э! На кразе. Будем на кразе. Единственное, конечно же, что нужно сделать перед ответственнейшей работой – это пообедать. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 Выглядит все очень страшно, особенно изнутри. Трактор очень сильно качается и, в принципе, страшновато, честно. Но, я думаю, выдержит задний борт, правда? Да, должен бы выдержать все-таки аккуратно. Я думаю, выдержит. Сергей машет головой, что не выдержит, но я думаю, выдержит. Мы просто чуть-чуть поедем вот здесь, наверное, дальше, правда? Да. Так нормально? По-моему, все прошло просто идеально. Не зря я 20 лет перевозил такие трактора и разгружал их через канавы. Сейчас откидываем борт, он, слава богу, выдержал, и будем стягивать его. Если мы сможем открыть борт, его-то сейчас зажало. Друзья, будет идеальный вариант, если он как раз, вот мы откроем борт, и он прям-прям туда вот так вообще красиво зайдет. Да? Так, видишь, мы немножко не подрасчитали эту тему. Ну, сейчас вытяни его, давай. Все, запускаем КРАС. Сейчас будет экшн. Короче, ЗИБовская сцепка для ДТ просто идеальна. Главное, чтобы нам высоты хватило теперь вот так. Ну, по идее, на КРАЗе. Может, и хватит? Блин, не узнает. В общем, КРАЗ сломался немножко, нету зарядки. Что с ним такое? И такометр не работает. Возможно, где-то накрылся пидор-хранитель. Ключ до конца не вторгнула, осенила, смотрите. Папа! А я лажу, блин, лажу, уже все вы перелазил. В нем просто, если ключ не оригинальный, не вторгиваешь до конца, то и нету зарядки. Поехали. Вот это силища, блин, хопуха. Мне что-то на нем страшно. Крепость, капец. Это мне паника, он очень большой. Я так давно на нем не ездил. Не задавим эту колесницу? Крепость, капец, он большой. Я очень соскучился. О, Серега приехал. Ой, вот Тамаз красивый. Крепость, капец. Крепость, капец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас хотим попробовать испытать вообще проворачивается ли мотор И заодно проверим вообще работоспособность этой всей конструкции нашей новой Вот, Серега сядет за руль КРАЗа, а я попытаюсь что-то включать там, переключать Ой-ой-ой Слушай, ну здесь, конечно, атмосфера просто капец Я в шоке Не, Серега, там не открывается Ну какие-то включаются передачи Где-то еще какая-то пониженная-пониженная, повышенная наверняка есть Это какой-то страшный инструмент, надеюсь он нам не пригодится Так, ну давай пробуем Сейчас заведется Давай попробуем Ну давай еще В общем что-то происходит, но рычагами я по-моему вообще ничего не делаю Какая-то фигня, короче Попробуй рычагами, пусть тормозит Пусть тормозит, нет? А есть же тормозит Давай куда? Давай куда? Давай куда? Вы знаете, по-моему, мы на верном пути. Сейчас перегоним еще раз, поставим его вот так. Я думаю, мы его затащим. Ну, техника страшнючая, конечно, всего-то рычаги. Ой, мамочка, ну не важно. Мы сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, загоняем наши тачки обратно. Ну, результат есть. Это уже радует. Сейчас сделаем небольшой обзор. Друзья, на закусочку будет небольшое перетягивание с КамАЗом. Серега говорит, что давай попробуем, интересно, перетянет КамАЗ или нет. У КамАЗа большой вес, но перетягивать-то будем без переднего моста, чисто на заднем приводе. Сними, что в кузове ничего нет. Там же ничего нет. Все равно. 20 тонн, да? А ты, 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 ты тоже, ты тоже. Ты тоже, ты тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Это Серега проверял ручник. Говорит, не-не-не, он не на ручнике. Сейчас попробуем еще перетянуться чуть-чуть. Не знаю, что это было. Сначала чуть потянул, а потом как-то Серега реабилитировался. Не знаю, что он там, наверное, тормоз нажал, партизанил. Но я ответственно ехал без переднего моста. Ну, хорошо. Ты можешь ручником. Ну, ладно. Я загружусь еще раз. Ну, мы немножко повеселились. Естественно, груженный он не перетянет. Но когда-то много лет мы тебя вытягивали, помнишь? Лебедки. Да, да. Было такое. Вы знаете, очень соскучился по КРАЗу. Реально садишься. Ну, гидрач вообще сказка. То есть, ну, вообще одним пальчиком. Прям хочется на нем больше маневрировать. Ну, машина огромная, такая здоровая. Значительно больше, чем Урал. Значительно. Прям чувствуется. Пошли посмотрим, что мы купили. Ё-моё. Азил в канаве. Блях, Азил забыли. Ё-пиросоте. Поехали, пошли за зимой. Ну что ж, осталось только выехать. Я думаю, он выедет без проблем. Удачи вам по жизни. Спасибо вам тоже. Подписчики нашли. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Наша тачка на базе. Давайте посмотрим, что нам досталось. По словам хозяина, ну, трактор своим ходом приехал. Но обычно все так говорят, проверим, насколько сохранилось здесь всё. Мы уже проверили, сцепление работает, это важно. Двигатель проворачивается, это тоже очень важно. Всё, что нам нужно сделать, это он сказал посмотреть топливный насос. Скорее всего, там плонжера закисшая, и он не пускает топлива. Но в любом случае, мы этим займёмся. Обязательно. Наша задача запустить его. Это уже будет в следующих сериях. Хозяин сказал, что здесь якобы с насоса не поступает топливо. Ну, типа, насос нужно смотреть. Ну, я думаю, мы попытаемся, может быть, ему подсоединить топливо. Ещё пока не знаю, как мы тут будем что делать. Но надо было, конечно, проверить. Может быть, действительно открутить сразу четыре болта. Отнести соседям, они проверят. Ну, как вариант. Вот, поэтому работы предстоит очень много. Ну, в целом, тракторок такой интересный. Самое главное, что он с большего комплектный. То есть, кронштейны на фары, боковинки есть, фильтр, глушитель, воздухозаборник. В целом, всё здесь на месте. Поэтому, я думаю, всё-таки он оживёт. Он оживёт и будет жить. Я искренне на это надеюсь. Единственное, что ещё непонятно, что у нас с фрикционами там. Но разберёмся. И потихоньку будем им тоже заниматься. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте поставить лайк за наши труды, за наши проекты. Ну, вам, как обычно, я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ. И всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Я не представляю, Дима, как мы тут что будем собирать. Опять ты снимаешь. Ё-моё. Тачка классная. Но нужно поработать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...